МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дети вместо цветов в столице Чувашии второй год подряд проходит акция помощи больным детям. В Чебоксарах появились Кадетский парк и Кадетский сквер. Территория перед Чувашским кадетским корпусом имени Героя Советского Союза Кочетова и за ним официально получили название. И хотя работы по благоустройству еще продолжаются, горожане уже успели их оценить. Сегодня наша съемочная группа побывала в сквере в час дня и не обнаружила ни одной свободной качели. Больше всего мне нравится паутинка, потому что я здесь... Потому что я ее никогда не видела, нигде. И площадка вообще сама крутая. Здесь, наверное, могу больше часу прыгать, наверное, или больше. Лазить, карабкаться. Можно залезть на трубу. И можно до самого флага даже залезть. И там, потому что много лесенок. И там можно почувствовать себя пиратом. Родители тех, кто сейчас чувствует себя пиратом в детском городке или карабкается по паутинкам, вспоминают, что здесь было во времена их детства. В детстве мы тут ходили. Кроме старых деревьев и заросших кустарников здесь ничего не было. Только горы мусора, следы от шашлыков. А сейчас это замечательный парк, в котором много детей. Республика построила очень красивую площадку. И мы, наверное, будем сюда приезжать намного чаще к бабуле в гости, чтобы прийти с детьми здесь побегать. В первую очередь эти детские площадки должны нравиться детям. Посмотрите, как здесь много детей. И я думаю, сегодня они вряд ли захотят отсюда уходить. И если бы у меня была возможность вернуться в детство, я бы облазила здесь все места, все площадки. Что касается самого корпуса, то сейчас здесь идут последние приготовления к праздничному открытию. В город приезжают дети, которые поступили из других регионов и их родители. Я живу 20 лет в Московской области, город Серпухов. Но я родом отсюда, с Чувашии, сибрестинского района. 20 лет прожив в Московской области, моему сыну 13 лет. Мой сын поступил в Чувашский кадетский корпус, новый, который находится напротив торгового центра «Шубашкар». Город очень замечательный. И я нисколько не жалею, что мой сын выбрал именно город Чебоксары. Строительная техника сейчас продолжает работать только в зоне бывшего бомбоубежища. Демонтаж заброшенного еще в советские времена объекта сейчас в заключительной фазе. Специалисты применили специальную швейцарскую технологию. Сначала срезали и демонтировали перекрытие, затем заполнили весь объем бывшего бомбоубежища речным песком. Теперь бульдозеры завершают утрамбовку. В будущем на этом месте появится спортивная зона. Между тем, Чувашские кадеты собирают вещи. 4 сентября 400 воспитанников кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Кочетова отправятся на учебно-военные сборы в Крым и Пермский край. Так, Игорь, напутствие на слово тебе даю, чтобы тебе все хорошо было. Игорь Велиулов примеряет новую форму. С малых лет он мечтал стать военным. Решил пойти по стопам своего отца, деда и прадеда. Я учился в 59-й школе. Сейчас поступил в кадетский корпус, так как у меня была мечта с детства стать военным. И так как у меня семья, ну, военная династия у нас в семье, я решил ее продолжить. При поступлении в кадетский корпус надо было сдавать некоторые нормативы физической подготовки. Надо было сдавать подтягивания, бег на 100 метров и бег на 3 километра. Так как я занимался плаванием и занимаюсь баскетболом, мне было достаточно просто, так как я физически подготовлен. Каждое утро Игорь начинает с зарядки. Понимает, что будущему защитнику Родины важно быть сильным и здоровым. И Игоря во всем поддерживает семья. Я Петриков Анатолий Иванович, глава рода военного семейства нашего. Я закончил автомобильное, Рязанское военно-автомобильное училище в 63-м году. И в 72-м году закончил Академию тыл и транспорта в Ленинграде. А мои внуки идут тоже по нашим следам. И, значит, один поступил в кадетское училище, Игорек, следующий будет Олег, пятый класс заканчивать, тоже будет поступать в кадетское училище. Я очень горжусь сыном своим, героем Российской Федерации, майором Петриковым Игорем, и своими внуками, которые идут также по нашему следу. Первый месяц нового учебного года Игорь проведет в Перми. Вместе с остальными чувашскими кадетами будет грызть гранит военной науки в Пермском кадетском корпусе. А вот для кадет помладше учебные сборы будут проходить в Крыму. Десятилетняя Лия Иванова всю последнюю неделю перед новым учебным годом старательно собирает вещи. С собой только самое необходимое – документы, личные вещи и альбом. Признается, что немного волнуется. Мы полетим первый раз на самолете, я первый раз увижу море, и будем отдыхать и учиться. Мне не так страшно, потому что со мной полетят мои подружки Катя, Оля и Жиль. Мне нравится носить кадетскую форму, нравится учиться в кадетской школе. Поступили в новый кадетский корпус с большим желанием, хотим пойти учиться. Первые четыре класса мы поступили, обучались в 14-й кадетской школе. Она была юным полицейским. А потом, когда мы узнали, что уже строится новая школа, мы загорелись большим желанием, рассказали об этом ребенку. Она изъявила свое большое желание, стремление, что она хочет дальше быть кадетом. И поэтому мы решили поступать. Поступали три этапа. Изначально, конечно же, самое главное – там очень хорошее состояние здоровья должно быть. Потом второй этап – это мы сдавали экзамены. Четыре экзамена. Ребенок очень волновался, у родителей тоже, естественно. А вот в третьем этапе мы уже проходили комиссию, ребенка расспрашивали, задавали разные вопросы. Как она сможет там одна самостоятельно без них жить, без нас. Конечно же, мы волнуемся, переживаем, но мы в ребенка верим. Она у нас самостоятельная девочка, мы уверены, что она со всем справится. Домой воспитанники Чувашского кадетского корпуса вернутся в середине сентября и сразу начнут учиться в новом комфортном кадетском корпусе в Чубаксарах. В Доме правительства обсудили инициативы президента по грядущему изменению пенсионной системы. Владимир Путин выступил с получасовым телеобращением к жителям страны и предложил внести в законопроект ряд поправок. Отдельные поручения для региональных властей. По всем подробнее Дмитрий Ковалев. 16 июня 2018 года правительство внесло в Государственную Думу законопроект об изменениях в пенсионной системе. 19 июля он был принят парламентом страны в первом чтении. Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система затрещит и окончательно развалится? Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения? Или понимая, что ждет страну через 15-20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать? Вариантов немного, а ответ очевиден. Количество трудоспособных россиян с каждым годом снижается, а вот число пенсионеров увеличивается. Если не предпринять действенные меры сейчас, то в перспективе это может усугубить экономическую ситуацию. Заявление президента в правительстве республики проанализировали детально. Мы должны уже общественное мнение формировать, где какие у нас сильные стороны, где какие слабые стороны, где мы дополнительные решения должны принимать. Так Владимир Путин предложил сократить на три года возрастной порог для женщин. Многодетные матери, отметил президент, должны уходить на заслуженную пенсию раньше. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей, на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас. Они смогут выходить на пенсию в 50 лет. При переходе на новую систему должны быть сохранены и действующие льготы для пенсионеров. Владимир Путин поручил региональным властям озаботиться этим вопросом сейчас, до принятия закона. Отдельные льготы по налогам на землю, на имущество, на уровне муниципальных образований тоже принято. Потом решение правительства в соответствии с теми проектами, законами, которые будем готовить. Ну и финансовые подкрепления или, по крайней мере, мы должны понимать, в связи с тем, что мы не сокращали финансирование на те льготы, которые в сфере жилищно-коммунального хозяйства по всем направлениям. Потом дополнительно мы присваивали звание ветеран труда Чувашской республики. Эти льготы тоже, как бы сказать, распространены на тех людей, которые при пенсионном возрасте находятся. 14 направлений – это льготы ветеранам труда, льготы федеральным льготникам, льготы почетным донорам. Президент акцентировал внимание на сохранение льгот по транспорту. Я хотел бы здесь напомнить то, что льготы на проезд у нас предусмотрены в выплате ветеранам труда Чувашской республики, ветеранам труда Российской Федерации. Эти выплаты у нас составляют порядка 1100 рублей, каждый ветеран получает. И в составе этих ветеранских выплат сидят денежные средства, которые предусмотрены на компенсацию части затраты за проезд. Владимир Путин предлагает поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года. По словам Владимира Путина, изменения в пенсионной системе должны гарантировать и устойчивый рост доходов. Через 6 лет размер выплат должен достигать 20 тысяч. Все направления государственной поддержки будут сохранены. Кроме того, лиц пенсионного возраста имеют право получить налоговые люготы. Законодательством предусмотрено предоставление налоговых люгот на налог на имущество физических лиц. На сегодняшний день данным правом воспользовались в республике около 170 тысяч пенсионеров и получили около 70 миллионов они люготу. Большой объем работы предстоит региональному Минюсту. Ведомству необходимо актуализировать нормативные документы. Мы уже в рамках этой работы приступили к актуализации всей нормативной базы, к приведению именно этого понятия к предпенсионному возрасту. И, соответственно, данной работой занимаемся. Помним о тех вопросах, которые связаны с льготой по недвижимости и по земле. В связи с этим тоже для себя ставим задачу проактуализировать базу, как федеральную, так и региональную, по нашим льготникам, как-то многодетные семьи. А еще Владимир Путин предостерег работодателей. За увольнение сотрудников предпенсионных лет руководителям придется отвечать. Поправки от президента к новому закону рассмотрят депутаты. Законно проект пройдет уже второе чтение в Госдуме. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская и Бахтияр Велиев. Республика. Сегодня ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон. Он занесен в Книгу рекордов России как самый титулованный артист страны. В репертуаре артиста свыше трех тысяч песен. В 2016 году ему присвоили звание Героя России, а в 2011 он стал лауреатом премии правительства Российской Федерации. Известный советский эстрадный певец не раз бывал в Чебоксарах. Его концерты всегда проходили с аншлагом. Впервые Иосиф Кобзон побывал в столице Чувашии еще на заре своей эстрадной карьеры в 1962 году. Это был его первый гастрольный тур. Тогда народный артист объездил все великие стройки Советского Союза. Признается, что Чебоксары и в то время произвели на него большое впечатление. Меня сводили на смотровую площадку, показали мне весь город, показали Волгу. С гордостью рассказывали о городе, что идет строительство. Пригласили на открытие замечательного культурного центра, культурно-спортивного, 3 июня. Так что уже мне нужно фиксировать. То, что здесь происходит, это как раз тот пример, как можно и как нужно любить свое отечество, свою Чувашию, свою Россию. В 2015 году Иосиф Кобзон приезжал в Чебоксары с концертом. Чебоксарцы смогли увидеть и услышать вживую легенду советской эстрады в репертарии Иосифа Давыдовича. Сотни самых разных песен, которые старшее поколение любит, а молодежь как минимум знает. А у нас во дворе надежда, команда молодости нашей. Но военная лирика близка и понятна абсолютно всем. Независимо от возраста, пола, национальной принадлежности. Каждая песня – маленькая история о большой жизни. Прощай, прощай, мой ромистик, мой товарищ, прощай. Как перейти дорогу в районе столичной остановки Дом Печати? Многие чебоксарцы нашли решение через железнодорожные пути. Чтобы это предотвратить, сотрудники станции Чебоксары регулярно проводят рейды. В один из них отправилась и наша съемочная группа. Вместо пешеходной зебры – железнодорожные шпалы и рельсы. Этот участок железной дороги уже много лет пользуется популярностью у горожан. Здесь и ближе, чем вы так проходите через переходы. Ну, подземка получается. А сколько времени у вас так получается сэкономить? 20 минут. Если ехать, ну, даже на залив с Новоюжного района, то обычная дорога, вот она здесь и проходит. Как бы самый ближайший маршрут. Но все велосипедисты едут отсюда. Среди велосипедистов немало детей. Почему вот вы здесь через ЖД по этой дороге переходите? Ну, вообще проходит, вообще никак на Лакаревский лес нет. Знаешь, что здесь дорогу переходить нельзя? Нет. Вот, знаете, с этой стороны и с другой стороны. Между тем, безопаснее перейти дорогу можно двумя способами. Говорят, переходите по этим лестницам, но эти лестницы, они даже не обустроены никак. Они все разваливаются. Если ты пройдешь снизу, то ты никак через дорогу там на ту сторону не перейдешь. Раньше также там была зебра. Сейчас ее убрали. Вообще люди, которые там работают в той стороне, они никак не могут пройти туда. Переход не очень удачный, честно говоря. Крутой спуск. Если летом еще спуститься можно. И опять же, если под подземкой переходить, там будет пыль подниматься от автотранспорта, потому что скорости развиваются сильные. Ну, а зимой просто вот эти вот склоны не чистятся и физически невозможно спуститься. Есть один переход далее подземный, но не всем удобно туда добираться, потому что это надо в одну сторону идти, потом через переход перейти, в обратную сторону кому-то идти. Ну, не всем удобно, поэтому все отсюда идут. Причем большим потоком. Во время рейда сотрудники полиции насчитали около 50 человек. А движение поездов на этом участке интенсивное. Согласно графике движения, у нас 4 пары, то есть 8 поездов пассажирских, 4 пригородных и 5-7 пар грузовых поездов. Есть такое понятие, как тормозной путь поезда. Если автомобиль можно остановить за несколько метров, то для остановки поезда требуется несколько сотен метров. Вот в этом вся опасность железнодорожного транспорта. В прошлом году поездам приходилось экстренно тормозить около 10 раз. К счастью, обошлось без жертв. А жители отказываться от такого небезопасного перехода не спешат. Даже собрали подписи, чтобы его не закрыли. Здесь же нельзя дорогу. Понятно, но надо же хоть что-то для людей же делать. Не от того, что есть правила, есть нормы. А люди что должны? Страдать от этих правил и норм? Сделать тогда нормально. Решить проблему должна столичная администрация. Искать выход из ситуации специальная комиссия будет уже в эту пятницу. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Вместо букетов к 1 сентября – деньги больным детям. В столице Чувашии такая акция помощи проходит второй год подряд. Готовы ли родители отказаться от пышных букетов на 1 сентября в пользу маленьких пациентов? Расскажет Юлия Важенина. Цветы – неотъемлемый атрибут 1 сентября. В День знаний каждая школа утопает в море букетов. Но так ли это нужно? Все равно через пару дней увядшие цветы охапками отправляются в мусорку. А деньги, потраченные на цветы, могли бы помочь нуждающемуся ребенку. Благотворительный фонд имени Ани Чижовой придумал акцию «Дети вместо цветов». Ее идея – деньги, которые родители потратили бы на покупку букетов, перечислять в пользу неизлечимо больных детей и пациентов хосписа Чебоксар. Конечно, 1 сентября – это праздник. Мы все приходим красивые, с цветами на линейку. Но детей, которые действительно нуждаются в большой помощи, тоже не очень мало. Ну, их очень, да, немало, их много. И мы, услышав о такой акции, решили их с удовольствием поддержать. Нас поддержали все родители, нас поддержал классный руководитель, нас поддержал директор. И мы будем принимать участие в подобной акции все больше и больше и больше. И призываем все школы присоединиться к нам и тоже принять участие, помочь больным деткам. В прошлом году благодаря этой акции 9 чебоксарских школ собрали почти 175 тысяч рублей. На эти деньги помогли 8 детям с особенностями, с потребностями. Были закуплены специальные смеси питательные, медицинское оборудование, медикаменты, препараты, ходунки, какие-то приспособления, которые необходимы им для жизнеобеспечения. В этом году количество желающих помочь увеличилось. В акции решили принять участие 22 чебоксарских класса. Конечно, никто не говорит о том, чтобы не подарить учителю ни цветочка. Но, по мнению многих, одного красивого букета от всего класса достаточно. А сэкономленные деньги принесут реальную помощь больным детям. И в этом случае вы будете уверены, что ваша помощь не завянет. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Далее смотрите правовые новости от компании «Гарант». А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. 1 сентября 2018 года вступит в силу поправки в Гражданский кодекс, предоставляющий гражданам возможность учреждать наследственные фонды. Такой фонд создается во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества. Его назначение – управление полученным в порядке наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями управления фондом. Решение об учреждении наследственного фонда принимается гражданином при составлении завещания. ИП не обязан заблаговременно предупреждать работника о прекращении срочного трудового договора, если такая норма не закреплена в самом договоре. Такой вывод следует из апелляционного определения Верховного суда Республики Коми от 28 мая 2018 года. Работник в суде оспаривал законы своего увольнения. Истец ссылается на тот факт, что работодатель не предупредил его о прекращении трудового договора в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения. Суд доводы работника отверг, напомнив, что работодателем сотрудника являлся индивидуальный предприниматель. Силу статьи 307 Трудового кодекса в случае заключения трудового договора с работником, работающим у работодателя физического лица, сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного пособия и других компенсационных выплат определяются трудовым договором. До суда дошел и спор о правомерности отказа ФСС России в зачете средств, потраченных работодателем на выплату пособия по уходу за ребенком в период продолжения работникам работы на условиях неполного рабочего времени. Напомним, женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком, может работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия по государственному соцстрахованию, но это не всегда позволяет сохранить за работником право на получение пособия. Так уже признавалась противоправная выплата работникам пособия за счет средств ФСС России при условии сокращения продолжительности их рабочего времени на 5 и 12 минут в день. В такой ситуации пособие по уходу за ребенком приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении работодателем правом в целях предоставления работнику дополнительного материального обеспечения, возмещаемого за счет средств ФСС. В то же время до сих пор не ясно, какое именно минимальное сокращение рабочего времени можно считать достаточным для сохранения за работником права на пособие по уходу за ребенком.